Азербайджанские и армянские правозащитники обсудили тему Нагорно-Карабахского конфликта. Во время своего рабочего визита в Швецию, руководитель Азербайджанского института демократии и прав человека Ахмед Шахидов встретился в Стокгольме с политиком, писателем, правозащитником Ваги Аветяном. Последний не раз выступал за деоккупацию азербайджанских земель и возвращение на эти территории вынужденных переселенцев. Ваги Аветян подчеркивает, он за самоопределение народов, но без отрыва от страны. Международные нормы говорят то, что есть. Армения подписалась под этим в ООН, признала целостность Азербайджанов так, как весь остальной мир признает. Лукавить здесь – это очень непрофессиональные по-детски. Я армянский политик. Это самое главное, что стоит армянским политикам понимать. И в этом плане армянским политикам нечего сувать свои носы в Карабах и внутренние азербайджанские дела, во-первых. Во-вторых, если поэтнически имеем солидарность с карабахскими армянами, то я думаю, что в первую очередь армяне должны были быть заинтересованы поднятием их голосов и их статусов на международную арену и на переговоры. То есть признать, понимать целостность Азербайджана, говорить это везде, открыто, чтобы и Азербайджану было ясно, что Армения сама как государство не претендует ни на что. И дать силу карабахским армянам, потому что в итоге этот вопрос решит никто, кроме как карабахских армян, и только без армян из Армении, и только с азербайджанцами с Азербайджаном. Иначе, юридически, этот вопрос не решается. Юридически армяне Карабаха, армянская община Карабаха и Азербайджан вместе будут решать этот вопрос как внутренние вопросы. Азербайджан